всем привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисель и учитывая некоторые новостные моменты которые нас уходят в галнете появляются очень много вопросов которые относятся к торгу и дам потому что все получается не так просто как нам казалось все это время но это все же мои догадки обо всем подробнее далее с вас как стал лайк подписочка колокольчик а с меня контент и да если хотите поддержать меня и контент который выходит на канале то все ссылочки описании под видео бусте и донетики а вот теперь поехали насколько вы знаете сейчас к нам летят с торгуяда из торгуяда прилетят уже к концу ноября как и выйдет 14 обновление летят они со внешней стороны нашей галактики то есть вот с этих сторон и когда все это дело происходило рядом с туманностью калифорния там появилась активность торгуяда в этом месте я покажу вот если что данная туманность и собственно они пролетают можно сказать рядом и когда они там пролетали случилось следующее перейдем в галнет там есть одна новости шка по этому поводу рейды торгуяда на колонию в туманности в колонии людей в туманности калифорния сообщают о множественных атаках со стороны торгуяда на системы калифорния секторы перечень систем были совершены нападение большого числа торгуяцких кораблей также напали на гигантские корабли в той области они выведены из строя выжившие члены экипажа смогли отправить сигналы бедствия харрисон гладстум представитель тернер research group которая координирует операции альянса в регионе сделала заявление для вокс галактика мы в туманности калифорния привыкли к появлению торгуяда но никто не ожидал от них такой враждебности из мест скопления наростов в регионе уже были отозваны исследовательские группы людям теперь слишком опасно там находиться колонизация туманности калифорния началась 3 302 году это 6 лет назад получается в игре происходило и главным образом сосредоточилась на добыче мета сплавов из месторождения торгуяцких наростов хотя изначально эта колония была основана альянсом прошлогодняя экспансия кума крю создала очаги напряженности в регионе таус эти журнал сообщает что эти атаки могут напрямую повлиять на рынок мета сплавов некоторые федеральные корпорации которые покупают их напрямую у альянса предупредили что для предупреждения коммерческой нестабильности могут потребоваться новые источники мета сплава а сейчас зафиксировали этот момент то что торгуяда пролетали там с торгуяда пролетает а место торгуяда напали все разнесли запомнили новостейка от 15 ноября торгуяцкая активность в туманности угольный мешок колонисты в туманности угольный мешок подняли тревогу после того как войска торгуядах появились в нескольких системах похоже после недавних атак на системы и корабли в туманности калифорния торгуяда вновь попытались захватить системы где обнаружены наросты на поверхностях планет советник льюис лэй черч представляющий aliens экспедиционари пакт в ахип 2 а нет 621 54 не 226 40 ошибочка сообщил aliens трибун наши суда службы безопасности регулярно патрулирует пространство между населенными системами в этом регионе этим утром поступили первые сообщения о сигналах негуманоидного происхождения конечно мы уже несколько раз наблюдали торгуяда в туманности угольный мешок но сейчас все по-другому это не столько нападение сколько просто присутствие мы наблюдаем огромный рост числа сигналов такого рода во многих системах спустя пару часов уже казалось что сканеры обнаруживают активность торгуяда куда бы мы не посмотрели и она сконцентрирована в областях где есть месторождения наростов конечно ни для кого не секрет насколько торгуяда мне нравится наша заинтересованность мета сплавах из этих месторождений но сейчас они не нападают ни на космопорты не на гигантские корабли спиритов низа и и сонгов мэчи они словно чего-то ждут описание поведения совпадает с тем которое продемонстрировали торгуяда во время вторжения в другие населенные системы за последние недели ученые в туманности покинули места ведения полевых исследований и соображений безопасности тем временем корпорация azimut biotech сообщила 100 разрешение для мбу не будут выдаваться на борту глорис проспекта системы лхс 1163 вместо изначального анонсированной ты таури власти федерации предложили усилить защиту гигантского корабля чтобы сократить время полета между двумя точками и дать боевым пилотам оперативный доступ к анти инопланетному оружию продаваемую на проспект дип так в чем прикол так в чем собственно прикол с торгуяда летят с внешних сторон нашей галактики калифорния находится где-то в этом месте и там когда с торгуяда пролетали торгуяда начали все разносить но прикол в том то что угольный мешок находится в другом месте в этом и торгуяда там не нападают из торгуяда с той стороны не летят и это наводит на некоторые мысли если вы не знали торгуяда бывают разные в том плане то что они состоят в разных кланах сейчас я поясню что я имею ввиду об обществе или культуре торгуяда в полученными так много информации единственный известный факт это то что общество построено на основе улья без чувства близкой семьи считается что общество разделено на колонии возможно по типу колоний муравьев династии орер сриан и клаксианы могут быть двумя такими колониями считается что торгуяда имеет природное происхождение из космоса в частности из гиперпространства вероятно это связано с тем что воины торгуяда проводят в космосе много времени пилоты и экипажи военного флота сообщают что зонах боевых действий на протяжении нескольких месяцев неоднократно встречались одни и те же военные корабли торгуяда в которой участвовали в боевых действиях часто без передышки какой-то момент династии арестриан и клаксианы оказались втянуты в гражданскую войну до 3403 года клаксианцы одержали вверх в этом конфликте и вынудили арестриан медленно непрерывно отступать через галактику отступление которое приведет их прямо через человеческое пространство это было пять лет назад в игре час трех тысяча трехсот восьмой клуб узнал что арестриане планировали использовать человеческую цивилизацию в качестве щита прикрытия чтобы привлечь внимание клаксианцев пока они отступают вглубь космоса это предположение представляет собой потенциальную аполикалиптическую угрозу выживанию человечества отношения торгоидов с другими видами жизни насколько сейчас известно были ужасающе простыми война торжение торгоидов как правило казалось были вызваны потребностью в территориальных или минеральных ресурсах а не социологической или антопарологической потребностью для расширения или колонизации по факту если фауна захваченном мире не предоставляла угрозу для торгоидов то она в основном игнорировалась возвращаемся к тому что было вначале угольный мешок торгоиды появились и появляются в гигантских количествах в которых они не появлялись ранее но они не атакуют торгоиды в системе калифорния в туманности калифорника там пролетали с торгоиды вынесли вообще всех и вся кто там находиться неужели наконец-то сейчас мы будем свидетелями того как два клана торгоидов будут биться и один возможно будет биться за нас фронтиры очень любят в многоходовочку и в сюжет и как бы реально может быть такое что с торгоиды сейчас прилетят и начнется просто полный хаос в обитаемом космосе в пузыре и другие торгоиды могут нам помочь технологиями либо своими силами это просто мысли вслух но есть еще кое-что губернатор из одной системы выиграл выборы в федеральный конгресс но при всем при этом он агитировал за мир с торгоидами за дипломатию с торгоидами и следующее что у нас получилось ключевые члены проекта за интересы торгоидов поблагодарили конгрессмена чейза за помощь в постройке kingfisher он уже построен гигантского корабля проекта в данный момент на корабль устанавливается специальное оборудование для передачи различных типов сигналов с помощью которого надеются установить связь с торгоидами может быть они хотят установить связь с другими торгоидами они с теми которые летят и все выносят а вот именно с теми которые находятся в угольном мешке в данный момент если это получится то это будет офигенный мув от фронтиров но повторюсь это лишь мои мысли вслух догадка теория фронтиры ничего нам не говорят но в любом случае друзья в скором времени ближайшие две недели после выхода 14 обновления мы узнаем об этом и вот вам пожалуйста картинка на планы разработчиков касательно обновлений и 23 года на всякий случай если дословно прям переводить то что водки и фьючер оверхаута ключевой будущий капитальный ремонт то есть конкретно что-то будут переделывать при этом в глобальном формате а не то что оптимизация обновление патчи нет ключевой будущий капитальный ремонт люди знающие английский язык и речевые обороты в английском языке подскажите и в четырнадцатом обновлении которое мы сейчас уже вот ждем будет добавлено продолжение то есть продолжение основного повествования сюжета что они добавят я не знаю но то что старгоиды летят к солнечной системе в обитаемый пузырь это уже сто процентов отрицать не получится и как бы будет ли второй клан во всем этом участвовать помогает нам либо против нас либо он убежит я не знаю какие торгоиды какому клану относящиеся находятся в угольном мешке я не знаю но как подтвердить то что торгоида из разных кланов я не знаю но если не ошибаюсь на торгоидах перехватчиков есть эмблемы как и кстати на торговец ких наростах может быть стоит их сравнить теории касательно этих эмблем много я займусь данным вопросом изучу вопрос и если что-то я найду что-то откопаю будет видео а у меня на этом все всем спасибо друзья за ваши просмотры лайкосики подписочки все это прекрасно в описании под видео будет ссылочка на плейлист конечно же п или точке где уже очень много видео по данной игре со временем конечно будет больше потому что контента в этой игре великое множество и со временем будет больше также будут ссылочки на плейлисты по этой игре из серии обзоры кораблей топ и кораблей материалы данные торгоиды стражи и так далее так далее так далее и новый плейлист против всех где я беру один корабль и тестирую против всех в пвп с игроками Также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то в описании под видео ссылочка на Бусти, либо обычные привычные донатики А на этом давайте прощаться, с вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет До встречи